Исполнительный директор общественной компании ГРТ Василий Дерменжи представил предварительный проект бюджета компании на 2024 год. Первоначально в сумме бюджетной дотации мы указали 11 миллионов 700 тысяч, которые включали заработную плату, налоги, наблюдательный совет и текущие расходы на услуги. Окончательного решения, касающегося технико-экономических условий общественной компании ГРТ на 2024 год, принято не было. Рассмотрев проект бюджета, члены наблюдательного совета дали рекомендации об уточнениях и изменениях в проекте. Мы их рассмотрели, указали свои замечания. Надеемся, что они как можно скорее исправят. И к 1 октября уже точный проект мы утвердим, опубликуем и будем двигаться дальше. Также на заседании был рассмотрен вопрос о работе общественной компании ГРТ в национальном и региональном мультиплексе. Из-за вступления в силу изменения в аудиовизуальный кодекс общественная компания больше не может вещать в национальном мультиплексе. Взамен совет по аудиовизуальным СМИ предложил без конкурса гагаузскому телевидению и радио вступить в региональный мультиплекс. Директор компании Василий Дерменжи подчеркнул, что у регионального мультиплекс КГУ «Камрад» нет достаточных оснований для запуска. Им нужно, чтобы было зарегистрировано 5 различных каналов. На данный момент у них только 3. К ним обращалась парламентская комиссия по поводу этого и уточняли. Я уточнил у них, когда они планируют запускаться. Они говорят, что им нецелесообразно запускаться, пока не будет дополнено все количество, потому что экономически у них проект предусматривает 5 каналов. Руководитель ГРТ предположил, что региональный мультиплекс может запуститься в ближайшее время, но при этом придется изыскать дополнительные средства. Но у него нет понимания цены. Он сказал, что ждет расчетов, ему их представят и он сможет нам озвучить. Предварительно, то, что он не озвучил, это 10 тысяч за одну точку вещания. На заседании наблюдательного совета было принято решение отправить письмо в совет по аудиовизуальным СМИ с просьбой позволить общественной компании ГРТ вещать в национальном мультиплексе до тех пор, пока региональный не начнет функционировать. Марина Топал, Александр Глеков, Артем Топал. Новости ГРТ.